Ну и снова привет зрители. У меня мои парфюмы и уход на март пишутся 4 марта, ибо так получилось. И вот у меня будет три, я не знаю, может они у меня и на февраль были заявлены, честно не помню, аромата. И все три кто-то дарил. Ну, вот этот я честно помню, что мне, кажется, его дарила Света. С Оливер. Я его почему-то до этого называла Оливье. Я видела, что написано по-другому, но назвала Оливье. Супюр. Помню, Амина мне спрашивала, типа, как название. Вот потом выяснилось, что Амина такое хотела себе приобрести. Не знаю, приобрела ты Амина или нет. Ну, в общем, я его усиленно до этого юзала, он вообще был полный-полный такой флакончик. А сейчас вот потом дошла где-то чуть больше половины его, но как-то он у меня встал и стоит. Я им то пользуюсь, то не пользуюсь. Но тут я им пользовалась некоторые дни марта, хотя сегодня четвёртая, буквально четыре дня уже как март. В общем, где-то в какой-то день из этих дней я пользовалась и потом подумала, что он этот лёгкий такой вкусный, цветочный аромат. Напоминает цветок вишни, утро в саду и фрошедикая снятость. Это какие-то немецкие духи, как я понимаю. Ну, и вообще-то туалетная вода. Где тут она? Да, туалетная вода, сделана в Германии. 30 мл. Короче говоря, мне они очень понравились, и они вот такие лёгкие. Может быть, это не та погода, чтобы лёгкие духи использовать, но мне нравится, как они раскрываются на улице, на холоде, на не очень холоде. Я иногда ими проскиваюсь просто в комнату, чтобы приятно пахло, иногда на подушку, чтобы вдыхать, когда спать ложишься. Иногда просто на волосы, чтобы пахло вкусно. Короче, они мне нравятся, и я их решила в марте тоже юзать. Это мне когда-то дарила Линка ТКНН. Это Каорю Ри Юдзу Акфа Берлик. Всё хорошо в духах Фе Берлик, кроме крышечек. Эта крышечка у меня и сваливалась. У меня даже кошка её лапами так вот снимает. Берёшь за эту крышечку, крышечка в руке, духи где были, там и есть. Оно пахнет для меня, как ифрашевская, акинская вода, уже дикая снятость. Блин, как же её звать? Забыла. Вербена. Ещё иногда оно раскрывается, как тоже ифрашевская, акинская вода, дикая снятость. Я забыла, не вербена, но тоже как-то похоже. Между вербеной, зелёным чаем, чем-то таким, грушей дюшес, вот какое-то такое лёгкое, летнее, ароматное, нежное. Иногда оно унисексово открывается на морозной, зимней погоде на улице. В общем, оно мне внезапно понравилось. Я его юзаю. Да я даже его, вот это вот розовое, променяла вот на эту калорию. Юдзу от Фаберлик. И оно у меня тоже будет в марте усиленно юзаться. Я точно так же иногда ароматизирую помещение. Хотя до этого я его использовала по большей части как освежитель воздуха. Воняет, не пойми, чем непонятно, что. Вообще какое-то нестойкое. Ну, может, оно до сих пор нестойкое, но что-то я от него так тащусь, я на себя так везде опрыскиваю. А ещё вот тоже какая-то русская ноу-нейм фирма «Моноаромат Сирень». Я в прошлом году думала, что она у меня заюзывается до конца. Ну, а что-то вот она всё никак. А тут я её достала и поняла, что как бы она вкусно пахнет моноароматом сиренью, её надо даюзать или хотя бы попытаться даюзать. Если не получится даюзать, то хотя бы просто периодически пользоваться в марте. В общем, вот такие у меня весенние, по-весеннему мартовски. Хотя марту вообще такой зимний, я считаю, месяц. Там снег, всё такое. Я не против, если этот март со снегом будет морозный до конца марта. И только вот где-то 30 марта начнёт всё это таять, совсем таять. Ну, как бы весенние ароматы на весну. Всем спасибо за просмотр. Если вы хотите поддержать мой канал, ну не знаете как, вот здесь будет облачко, либо ссылка в инфобоксе. Если вы ждёте АСМР, можете подписаться на Бусти, этим вы меня смотивируете написать вам АСМР. Вот здесь будет облачко. Если вы хотите купить косметику со скидкой 10% и закваски Бакс Драф, то ссылка в инфобоксе на 10% скидку по коду AVAFOREVER. И мне за это будет плюсик, и вам хорошо. Ну и это, всем спасибо за просмотр. Пока. Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста.